Продолжение следует... 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 бабочковые какие-то маленькие аксессуары я даже брала такие в отпуск чтобы знаешь туда положить ключик да вот это вот карточку вот ну когда ты отдыхаешь ты с собой берешь минимум вещей вот ее повесил как кошелек вот на веревочке у тебя болтается такой вот нарядный цветочный его прям можно как куча лепестков как куча лепестков да и он очень актуально смотрится вот именно таком отпускном режиме в отельском отдыхе вот а вот сейчас покажу я думаю что те кто вообще знаком с ленточной вышивкой да они как бы сразу разгадают здесь вот такой вот лепесток в прикреп вот этот вот причем их можно разными способами укладывать на полотне и делать ромашку там с опустившимися лепестками можно такой прям георгин сделать большой объемный объемный да в несколько сложений просто хочется вам показать некую магию этой ленты ну и заодно освежить в памяти тех кто умеет вышивать лентами да он он имеет какое-то название это приема или это просто вышивка ленты это вышивка ленты и у вышивки лентами есть несколько приемов и есть там всякие розочки паучки причем кстати тоже можно это сейчас здесь даже продемонстрировать розочку наверно можно если перекручивать прокалывать перекручивать про можно можно таким образом но есть гораздо такой легкий вариант этой ручки я покажу если если будет интересно а это вот я вытащил я даже не закрепляю эту ленту на изнанке ее потом просто подшиваешь начало и конец можно просто соединить и подшить тонкой ниточкой ну чтобы это было глядела аккуратно а так вот я сейчас ничего не делаю оставляю хвостик где-нибудь там ну пару сантиметров что потом было легко с ним справиться вот а так раскрывает что видно хорошо и в контакте и в инстаграме и слышно и видно отправьте нам сердечек если вам хорошо видно и слышно кто-то вообще вышивает сейчас лентами ну у кого то есть такое такой процесс именно вот в работе в текущее время не в том смысле что вообще в принципе вышивает ли кто-то ленты а именно вот сейчас о да я кстати вышиваю ленты или нет вы дома не а подождите вы же вышивали на кружеве сейчас но не ленты а пряжи пряжи да да и там роскошное кружево для малбери лейс и розовый леный люрекс вот вышивали вы только люрексом или салоне там леный люрекс там гривен и для обвините прям идет вышивка и кстати я думала что это будет так но очень кропотливо и сложно но такой у меня light способ не сильно я там заморачиваюсь как бы даже если у меня не похожи непохожая вышивка дань ну как бы один цветок отличается от другого меня это очень даже устраивает вот я закончила вышивать уже кружева который будет располагаться в руках она рукава до кокетку уже все связано все связано остались рукава вот но здесь я наверное даже комментировать не буду я просто вот покажу как это делается а дальше вы уже как бы своей фантазии сможете дорисовать эту историю причем и знаете вот сейчас я сделала ленту но поленилась сделала лента чуть подлиннее чем вот здесь и она уже не так комфортно шьется тянет за собой а вы ее прокалываете на сквозь да я не прокалываю насквозь и вот здесь вот скрытого что она не такая булечка или за счет того что она не очень плотная получается что легко прокалывается легко проходит лента сквозь себя прекрасно я ее прям прежде чем проколоть ее просто раскрываю можно конечно предварительно ее разгладить чтобы она уже изначально до отпаренная не такая замятая потому что я взяла прям сразу же из мотка кусочек отрезала а вообще конечно если подготовить ее заранее то более аккуратные получится листики лепесточки а у нас сейчас получается в ассортименте пряжа аналогичные вот этой физию собственные собственно нет это пряжа живет на лоб лота поэтому если вы вам глянется какой-то лот и в нем будет эта пряжа вы можете из более как бы тонких классичных нитей связать боюсь базу и выше да а вот сделать украшение декор сделать именно вот этой лентой это будет наверное очень интересно красиво оригинально мне так кажется вот и вот я вы вышила как бы нижнюю часть пусть это как бы ромашка такая в пол оборота да такая вот она нет не плоское изображение ромашки здесь можно сделать какой-нибудь махеровой нитью сердцевинку выше дам остаточками а можно сделать еще для детских костюмов идеально мне кажется сейчас уже наверняка родители первоклассников и второклассников и те и тех кто в саду уже задумались о подготовке к учебному году а там точно будет праздник осень или какая-нибудь такая история когда потребуется костюм и вот в этой технике можно расшить мне кажется ну а мне кажется один изящный цветок который просто вот но вышит на какой-нибудь даже футболки один да вот будет тоже неплохо смотреться и не обязательно на детской нет я просто потому что они не только для взрослых но и как как техника работы с детским костюмом детским костюмом тоже да очень и во если это белая лента ну если это костюм снежинка наверно хотя вот здесь будет тогда ромашка если это будет белый георгин вот смотри насколько она рыхлая уже пошла второй слой как бы перекрывающий уже чем не удивляет конечно что она вот себя через себя так легко пропускает потому что первое ощущение от этой ленты такое что она очень такой объемный я не знаю передает ли экран вот так вот как это выглядит по-моему это очень эффектно выглядит есть в небо на ну вот такой вода можно на самом деле декорировать все что угодно пуговки пуговки пожалуйста ты можешь сердцевину пуговка или бусиной какой-нибудь украсить вот взять уже какой-то ну там просто нить мулине там какой-нибудь стебелек нарисовать но я просто отправляю вас за как бы за своими идеями а показываю вот как бы вариант такой который можно вот использовать здесь и сейчас вы же знаете моя баба больное воображение сразу начинаю думать куда-то в сторону вообще в другую ну прекрасно кто ты в одну другую или просто реденько раскидать цель как красиво с этим цветом сочетается этот коралл немножко контрастно кажется на экране у нас очень теплый свет а в живую действительно очень красиво очень вот такой вариант но если речь зашла если туда еще какие-то бусинки вот это конечно ну все что и все что можно ее нужно можно даже взять какой-то кусок остаток какого-то прозрачного кружева и этим цветком этот кусок кружева прям пришлёпать можно как гербаре с плотностью да то есть начать с маленьких лепестков потуже и раскрыть его как бы более объемные здесь скорее всего надо снизу начинать ты сначала застил наоборот затягивать да он более рыхлые воздушные должен быть а чем ближе ты к центру двигаешься тем да там затягиваешь или делаешь просто короче я бы не стала затягивать оставила бы объем опять же таки это можно разгладить будет более плоская как бы а можно наоборот оставить ее вот таким вот немножко таким помятым и кудрявеньким но вот не знаю это что я вижу выглядит очень красиво очень эффектно и достигается облескивать да и достигается таким общем-то простым способом мне кажется даже вот эта вышивка очень красиво смотрелось бы на объемных махерах махере кстати да да то есть это давайте держаться на махере должно быть на полотно не очень не все будет нормально все нормально ты главное как бы разложи ее и закрепи начало и конец и потом хорошенько отпарить надо если ты боишься что у тебя будет ездить она во время стирки да это лента но ты допустим длинный стежок ну да и лента боишься что схлопнется там во время стирки да то можно тонкой нитью в местах которые вызывают сомнения просто открепить открепить можно использовать даже тонкий бисер это тоже как декор да и вот где-то в каких-то участках да вот которые тебя до вас сетку положить не нужно если на махере у меня у меня сразу первая мысль о том что этот цветок будет достаточно тяжелый вместе своего наличия будет оттягивать прежде чем до прежде чем ты будешь вышивать ты подумай о том каким он должен да да подумай выше сначала как бы образец и посмотри не тяжелый ли не тянет ли да какие нюансы могут с ним произойти в момент стирки если у тебя есть отвязанный образец для свитера то ты на нем сделай вышивку постирай и посмотри что может произойти и после этого уже украшай потому что мне кажется просто классический свитер с воротом из пушистого махера и несколько таких цветов разбросанных по свитеру допустим 2 по переду один где-то на спине чуть ниже там где-то у манжета на рукаве вот такие вот как бы такие эффектные цветы может быть чуть круг крупнее и объемные будут очень хорошо смотреться это такой интересный декор но или тот свитер который уже немного стал подустал до его немножко развеселить вот такой вышивкой тоже неплохо вот но это как раз вот про обещанную вот эту вот ромашку который я давно-давно обещала показать и прям вот вышел и и понимаю что надо там если остались пару мотков себе все-таки спрятать их оставить вот не отдавать все оставить себе потому что может быть случится так что мой уставший свитер захочет какую-то георгин захочет вот ну и если уж речь пошла про наши вот эти вот лоты я захватила сегодня вот мы сани со склада шли и они мне говорит лена мы не успеем наверное про лоты и я вот чтобы мы успели я их сейчас покажу вам несколько лотов которые у нас вроде разделе распродажи еще остались чтобы прицельно потому что мы в них не не пишем состав не пишем количество до вес не пишем и даем вам просто картинку ну потому что во первых потому что это мы продаем дешево мы не можем позволить себе потратить много много времени для того чтобы описать этот набор хотя конечно наверно хотелось бы но часть таких наборов не часть а вот буквально их тут три или четыре у меня рядом я много не буду показывать вот сколько смогла захватить я их просто покажу чтобы вы понимали что о чем собственно о чем собственно речь и вот один из них будет как раз наверно тот который спряжем онлайн вот сейчас пока он в целлофанчике но я сейчас его развернули покажу вам да вот что здесь лежит проводочек немножко извините ну мы сейчас на самом деле уже можем наверное переключаться фронтальный режим ань ты как думаешь сделать очень комфортно так за кадром мне всегда комфортно за кадром ну что как давайте я пока подержу вот здесь сейчас это на фезу я сейчас переключусь наверное даже а как переключаться анюд на себя да вот куда нажать ну вот я уже вот могу перевернуться и все чик-чик минуту а по вот так чудесно присоединяйтесь там еще присоединяется елена петровна тут у нас все мы с вами здравствуйте здороваемся приятно вас всех видеть приятно видеть вышли а в четверг потому что пятница сейчас такой день когда люди собираются там куда-то на дачку обычно до или едут или нет возможности но что-то как-то нам кажется что какая шикарная кофточка это белоснежка мне кажется вам нужно ее показать вот этот как вы говорите форма рукава окорок барани окорок прекрасно ну ладно спиной повернусь это мои любимые вот эти вот детали все крючочком лот с номером 251 по моему шикарный у нас нет плохих лотов нету вообще вообще в рыжих коралловом оттенки пряжа шахин майер розата хлопок с полиамидным пухом очень актуальные нить да вот этот напоминает напоминает что-то очень популярная да сейчас прямо это все очень это два матка два матка в составе хлопок и полиамид а не давать ты состав будешь а я как бы про пряжу пару слов буду говорить слушай перезвонить да я сейчас отойду на минутку оттуда там уже разрешу этот вопрос если вы меня простите про прощу ребенку надо надо обязательно позвонить их два матка 100 грамм потом пряжа вакс тоже у нас была в продаже это хлопковая ленточка такая со спрей эффектом кремово кремово коралловая который прям вот идет в тон в оттенок это вот может быть неплохой как бы базы или участком который на котором как раз можно разместить вот такие красивые вышитые цветы а их здесь два матка вот это как раз для полотна для полотна также подойдет пряжа сиена это вот 4 пла это рован рыженький моточек он кстати тоже такой вот ну практически классический и пряжа оригами это ланг хлопковая лента прям стопроцентный хлопок вот таитис парк я люблю таитис парк можно тоже участками и и ввести тоже все в одной колористике никогда не буду уже пить больше я очень сожалею о том что я отдала свой цвет штукатурки кому-то из наших покупателей так и не связав себе ни одной вещи но это была моя любовная любовь ну вот она иногда выскакивать наших лотов а цвет лимонный там какой-то очень красивый ну вот это тоже для декора можно вот все это как бы скомбинировать какие-то полоски и вот такая вот увесь увесистые такие катушечки для вышивки кстати тоже подойдут надо тоже можно вот как раз тебе очки сделать вот эти вот рыжие а можно и ввязать в две нити вот сюда но в плотность пойдет неплохо и вот сразу озвучиваю как бы идея это может быть стоп-топ майка футболка зависимости от размера потому что здесь как бы вот по вот этому объему я бы скорее всего если говорила о модели на свой размер то я бы сделала скорее всего со спущенным плечом ну типа какой-то футболки да можно даже вниз не стала бы наверное я вывязывать рукав чтобы не заморачиваться вот этими подгонами полос но здесь можно было бы все заполосатить все очень просто просто смотрите на моточках метраж прям его сопоставляете сопоставляете да вот в процентном соотношении чего больше чего меньше то есть вот здесь однозначно будет ну достаточный объем и его можно как основу использовать вязать его допустим там четыре ряда вот пряжей вакс да буквально два рядочка там пряжи сиена да ну оригами тоже пару рядочков где-то это только может быть это в нижней части только в начале ну и соответственно здесь тоже неплохо с метражом здесь в общем то можно тоже да тоже я по два ряда потому что пушистенькая мохнатенькая как бы она наверное и слишком широкими полосками вязать не стоит хотя может быть и наоборот где-то какие-то акцентные участки и вот на этой полосатости разбросать вот эту вот выживку цветы вот этой ленты будет наверное интересно и эффектно такой вот он такой яркий получится и чудовица жилет жилет будет до классный причем да вот эту вышивку прям вот на этих полу на полу да ну и люрик соответственно тоже какого-то лохматыми нитками висящими что такое да может быть даже пони запустить какие-то водостатки нитей их прям повесить лохматость он такой немножко хиппи да да получился было бы наверное здорово вот ну визуально если эту картинку нарисовала и мне кажется это прикольно это может быть жилет который будет носиться на белую футболку да с какой-то там я не знаю летящей юбкой однотонной или пестрый как вам понравится да просто такая яркая эффектная вещь которая будет создавать настроение и это в общем-то я схватил один из самых ярких лотов да вот там много достаточно много красных коралловых нет не озвучила по весу сейчас скажу здесь сто двести 300 так 400 550 грамм я не беру как бы да вот ну а вот это 25 грамм да вот это 25 грамм но в общем чуть больше 500 грамм и я считаю что здесь как бы нормальное полноценное изделие а кому-то может и на даже на руках три четверти хватит а то и на длинный рукав все зависит от плотности и от вашего размера вот это был вот двести пятьдесят первый сейчас не знаю как фронтально будет показывать или где вот здесь вообще не контакте показывает как положено вот в инстаграме зеркально подвести ко мне поближе потому что инстаграм тебя вообще не видит не очень-то и интерес здрасте приехали какие-то настроения какие нет не очень хочется поскорее уже посмотреть новинки родины ярмин а ну что вот больше не показать покажем сейчас покажем все два лота и потом покажем долгожданные новинки родины я могу даже на самом деле один вот хотя нет оба покажу оба прикрыва оба покажу они чудесные а я уже рассказывала про пряжу которые вот этими фасолинками шишечками и бубочками я удивляюсь может быть просто не разглядели этот лот или у нас лиза кстати вязала вот эту штуку шишечками бубочками сказал что там есть вполне определенный ритм ритм да 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 с которым они укладываются то есть этот ритм нужно про на спицах четыре с половиной получается как раз петля лысенькая для за на дочкой длинный очень номер но вот запоминайте 90 190 на конце 25 это как раз вот вот за 2 500 на полкило пряжи в основном полкило где-то может быть 550 где-то 600 но не меньше полкило будет стоить две с половиной тысячи пряжа вся итальянская высокого уровня вконтакте прикрепила сашу ли вам ссылку на лоты на сайте прискали точка ру а можно туда программ может зайти просто на наш сайт в поле поисковой строки набрать слово лот и вы попадете на ту страницу где собственно все лоты представлены там не только лоты за 2 500 есть чуть дороже не зимние есть летние там есть из чего выбрать поэтому после эфира вполне можно насладиться возможностью приобрести классную пряжу собранную по цветовой гамме собранную по фактур на уже в набор из которого можно начать творить это очень хорошая такая возможность для тех кто только начинает свой путь в вязании познакомиться с разными фактурами познакомиться с разной пряжей и связать за такую скромную плату какую-то вещь вот именно из разных видов не она действительно будет эффектная вы в магазине специально так будет очень долго подбирать у нас как бы они на мой взгляд они подобраны профессионально интересно вот тут прям есть причины до по которым именно так оно было подобрано потому что ну вот даже посмотрите как красиво да здесь варианты ленточной пряжи будут в этом наборе я показала пока по одному моточку пряжи которые вы не участвуют а так их принципе здесь по два по три матка на каждый вид пряжи здесь прям вообще хорошая вещь будет с длинным рукавом учитывая метраж вот этот вот зеленые наверное единственные моточек а в составе которого полиамид но это катя сивила это очень эффектная нить очень приятная и на ощупь и в полотно хорошо укладывается и вот комбинируется классно видно наверное да вот эти вот салатовые нотки вот в шишечках пряжи мексикан да вот этой вот и вот она как раз поддерживает брат брат прям вода компаньон пряжи мексикан пряжа алгар вы это хлопок с полиамидом но 50 на 50 он здесь и вот он прям просто они созданы друг для друга и а 2 я все время задумываюсь простить что как они это делают во первых как они это делают во вторых свои очередной ассоциации мне это напоминает в бассейне вот эти разделительные дорожки ну да да а мне вот я все-таки посольками и вот до акцентные два оттенка один из них желтый другой салатовый вот к этим с легким меланжем пряжам от мексиканы алгар вы от гидипра вот и здесь получается будет три матка пряжи сивила вот таких три матка который в общем то тоже достаточно часто можно ее повторять вот я там вы за решите заполосатить эту вещь вот будет три матка два матка будет пряжи алгар в 2 9 9 и 3 мексикана 3 мексикана но и неспроста их 3 они просто самая короткая нитка самая не длинная но вы сможете их равномерно распределять за 2 500 получается полкило пряжи лот 25 190 вот он должен быть на сайте так прям жакет на запах без пуговиц и так без пуговица воротника не вижу до конца комментарий попадает никнейм следующего присоединившегося какими рядами не могу прочь вертикальными рядами да конечно можно да вот вот чтобы они вот именно вот так длину ложились эти полоски это тоже будет здорово и еще один такой прям вот летний летний наверное а у тебя какой то там еще один есть я покажу еще вот этот лота а потом вот этот чудесный и такой же летний цвета мангу мангу цвета мангу мангу и лайм да не буду сильно прям не буду его вытаскивать здесь тоже мексикан и алгар вы 4 того 4 другого и еще вот как раз в оттенке к пряжи мексикан прекраснейший тетракатон просто вот идеально прям практически созданы для этой нити вот с теми же меланжами да только чуть-чуть позеленей который вытягивает вот этот вот зеленоватый оттенок и вот только-только поспевающего манга классно очень красиво и здесь тоже полкило 4 мотка мексикан и алгар вы и 2 мотка тетракатон тетракатон достаточно длинная ниточка здесь по моему 170 метров а не глянь пожалуйста 130 130 но она очень экономичная так что вот разделять можно какими-то полосками можно выбрать рисунок вязать какими-то зигзагами будет классно свободно эту них надежда на вас белоснежку и уточняет будет ли бумага нет пока бумаги не будет не порадую пока бумагой вас уже все возможности вот этот надо показать он мне очень нравится здесь а очень интересная вообще она задала тон пряжи рива меланж рива атланг такой перетекающий вот действительно как речка да очень салата задуванчиков ну да салата задуванчиков отпущены по воде они назвали рива потому что действительно перетекающие меланжевые оттенки будут как бы таким легким градиентом но через пестроту не такую очень деликатный деликатную как оформить заказ вы заходите на сайт triskelly.ru выбираете раздел лоты выбираете понравившийся лот кладете в корзину оформлять заказ либо можно приехать но если вы едете за лотом в магазин то предварительно лучше позвонить и попросить чтобы именно этот лот сняли с продажи принесли для вас магазин потому что их очень много и к сожалению нет возможности их все здесь представить на алексеевской поэтому они живут на складе по предварительному звонку мы просто нужные лоты принесем магазин для того чтобы смогу вы смогли их посмотреть и приобрести а на сайте все очень просто если вы создаете личный кабинет у вас автоматически начинает копиться скидка с каждой новой покупкой скидка увеличивается да там зависимости от определенных сумм либо можно оформить даже без регистрации покупку это будет быстрая покупка но при этом у вас не пойдет накопление вот по программе лояльности интернет-магазин очень красиво коричневый здесь оттеняет вот эти да дает вот поропление на риве до до подтягивает коричневые оттенки делает ее чуть более яркой да вот эту риву вот когда есть цвет более такой насыщенный соло цвет он сразу вытягивает яркие нотки и тогда меланж становится более активным вот вопрос очень актуальный по поводу спиц тюлип марина до сих пор ждет мы помним что вы ждете и спицы заказаны мы тоже их очень ждем пока поставщик нам их отгрузит к сожалению задерживается поставка это мы только вот позавчера обсуждали эту тему что она чуть-чуть зависла именно сама поставка поэтому если вы не очень торопитесь мы вас попросим еще немножко подождать потому что для вас это уже ждем и крючки ждем и спицы и набора крючков тоже ждем очень-очень поэтому будем держать так наборе значит хлопок тетракатон пряжа рива полухлопок хлопок полиамид или полиакрил вот здесь что-то я помню что здесь 52 хлопка и полиакрила 48 значит севилла вот это вот блестящее нить для отделки значит здесь ривы 2 мотка севиллы 2 мотка 3 мотка тетракатон его можно он прям как базу использовать то есть основное 3 мотка мамбы и 3 мотка мамбы а мамба это тоже необычная пряжа тоже такой уже стручковая фасоль где вот эти вот утолщение более длинные тожеγена полторы петли полторы петли классно получается и и кстати можно вязать вытянутыми петлями на эффектно смотрится но я рекомендую знаете как вязать вот эти вытянутые петли не просто сбрасываешь вверхе ну как бы спрос но сбрасываешь делаешь длинную петлю а вот эти длинные петли еще между собой перекрещ benz и вот этот вот эффект получается у вас obedient фасолинки двумя рядочками ложатся, то наоборот, какие-то узенькие полоски очень разбросаны, такой интересный вот этот вот как это вот, это вот крещение получается, этих длинных пяти, такая плетёночка, и она такая неравномерная, гипюроподобная. Я вообще люблю такой вот эффект, когда он немножко смазанный. Необычный. Необычный. И вот эти вот рядочки будут белые, яркие, акцентные, очень эффектно смотреться, потому что поддерживается белыми участками вот этих вот уже цветущих одуванчиков. Да? То есть вот здесь как бы белый неспроста, он тоже так вот. Посмотрите, если вы приобретёте вот этот лот, посмотрите на него, прежде чем начнёте вязать, распределите мотки вот каким-то таким, не знаю, как это, очерёдностью такой, чтобы у вас каждый из вот этих вот нитей играли и работали, подчёркивая следующую полоску, ну, предположим, эта полоска, да? То есть, допустим, вот севиллы должны быть не широкие полосы, а более узкие. Они могут быть более частыми, но создавать какую-то рамочку, заключать какую-то рамочку, какой-то интересный меланж, да? Чтобы вот он более выигрышно смотрелся. То есть вот я бы связала, допустим, два ряда изнаночной гладью пряжи севилла, потом какой-то такой более широкий участок пряжи севилла, ой, это пряжи Рива. Так что вот такой вот ещё лот, вот такой ещё лот, номер Аню, сейчас мы идём без номера. Есть номер 179. 179. 2500 он стоит, очень его рекомендую, мне кажется, он такой прям вот правильный и полезный будет, он будет хорошо носиться. Да, с пациентом. А можно я его просто так соберу, а потом красиво уложу? А я тоже тут на самом деле, да, тогда мы красиво уложим чуть-чуть попозже. Мы попозже. И те, кто в Инстаграме... А, вообще, в принципе, публикация это вчера вечером была, как обычно, везде, во всех социальных сетях, и вы уже, наверное, увидели красавицу Сплендоры. Это великолепие. Здесь с ней ещё три соседки, которых мы пока что пока что не покажем. Спрячем. Ну вот она, пастельная красота. Так, сейчас я их разверну вот так чуть-чуть. А это на самом деле результат моего вечного, вечного, долгого поиска и создания пряжи, похожей на Кьяру. Вот, и теперь, видимо... И на Джему. И на Джему, да. Это, не знаю, отклик неба, что ли, что вот оно, оно всё-таки не так скоро, да, не так скоро, но оно случилось. Оно случилось. И это ещё один вариант пряжи. Это, наверное, даже такой младший брат, или, может быть, сосед, пряжи Луччи, сделанный в той же самой... с тем же самым техническим приёмом, плетение шнурка. Да, полый шнур, такой блестящий, сатиновый, подсвечивающий нежные оттенки пуха. Вот, и в этом случае он из вискозы, такой гладкой вискозы, из блестящей вискозы, и пух, который внутри, пух нежный, бэби альпака. Именно бэби альпака. Поэтому, если вы знаете, ну, или как бы пробуете альпаку, и она вас покалывает, то именно вот это бэби очень нежное, нежное, шелковистое, и, в общем-то, достаточно комфортное на голый организм. Вполне. Вполне себе. Анна связала прям вот из малышей полосатику. Это я ещё там связала. Ещё там связала. И он ждал. Ждал, когда же оно там до нас доедет. И до сих пор не заправил. Ну, и не надо заправлять. Пусть им не нравятся эти костики. Я не знаю, как вот сейчас это будет видно. Он уже, во-первых, постиран. Во-вторых, утром я его отпарила, потому что он лежал, конечно, у меня не в очень таком сложенном хорошо состоянии. И могу сказать, что он лежал у меня в корзине, в которую я постоянно залезаю. Куда-то его туда там доставала, вынимала, бросала. Ну, то есть с февраля он какое-то количество манипуляций на себе ощутил. Я с утра его просто чуть-чуть паром обработала для того, чтобы выровнять. И могу сказать, что пилинга не образовалось, несмотря на то, что я куда-то его там тыркала, мыкала. Ну, на самом деле, если альпака, альпака, она как бы именно она, да, и даже если это бэби, то это носится всегда очень хорошо. Это самая износостойкая пряжа, на самом деле, это пряжа альпаки. Альпаков, будь то бэби, будь то не бэби, любые, но они носятся лучше, чем любое другое волокно. Вот. Можно ли ее сравнить с лучей? Сравнить можно, но они все равно немножечко разные. Мы можем ее сравнить, и она действительно очень похожа, но она другая. Лучше и состав другой. То есть, технология изготовления нити, она одинаковая. Нет. Ну ладно, там подкручена она просто чуть-чуть еще. Да? Давай. Она чисто визуально совершенно они совершенно. Я вот сейчас покажу сначала вот в инстаграм поближе вам, чтобы вы могли разглядеть нить. Да, да, да. И покажу. Но лучше более рыхлый и подкрученный, а здесь более плотный и ровно лежащий. И ровно лежащий, да. Ну, машина одна и та же, техника изготовления ее. То есть, здесь еще небольшое лучше, небольшое кручение еще. То есть, у этой нити чуть больше пружин, она более упругая. Это более, да, это более упругая, более формоустойчивая. И она больше располагает к большим спицам. То есть, наш образец плотно связан, но для луча 6 спиц. От 5 до 6,5. Ну, опять же таки, потому что здесь все-таки здесь все-таки еще мохер. Да, мохер его много. Он прям такой здесь активный, плотно забитый, плюс еще и подкрученный. Вот. А это более такая нежная, более такая мягкая, в ней больше рыхлости. Я не знаю, вот по номеру спиц, я вот сама еще... 4,2 у меня были спиц. 4,2 у тебя были спицы. Мне кажется, что не нужно ей рыхлее. Мне нравится вот именно такая плотность. Вот здесь мне нравится. Если в луче, мне кажется, плотноват образец, то здесь прям то, что надо. Вот 4,2, ну, начиная от четверки, заканчивая 4,5, то, что надо. А мы рекомендацию дали какую? От 3,5 до 5. До 5. Ну да, вполне. Вот диапазон даем побольше. 3,5 для тех, кто свободно вяжет и хочет более плотное полотно. Виктория пишет, что это отличный вариант для Puff Color. Верно. Для Puff Color будет шикарный вариант. Верно, верно. Да, если его комбинировать с какими-то нежными оттенками люрекса, ой, мне хочется просто взять все цвета и полосками как образец. И мне хочется. Вот именно такую полоску. Много-много разных полосок. Вообще надо выплатить уже это в чем-то и успокоиться. Много-много полосок. Да, много-много полосок. А вот эти вот полоски тоже должны быть? Вот это мне изнанка, прям изнань твоя мне очень нравится. Мне вообще вот эта вот история нравится. Когда у тебя внутри полосы... Еще полоса. Еще полоса, которая дает некую вот эту вот... И какая-то полоса сбивается. Прекрасный образец, который, в общем-то, побуждает. Да. Да. 60% baby альпака и 40% виско. Вискозы. Сделано в Италии для родины Ярнс. Цена, если я сейчас не путаю, 500... Девинар 500... 500... Не можешь посмотреть. У нее телефон... Ну, до 600 рублей это совершенно точно. До 600 рублей. И метраж здесь, по-моему, 150... 130 метров. Спасибо. Спрашивают, эту ли ниточку ждали для паралине? Ту ниточку, которую ждали для паралине, тоже дождались, но она чуть-чуть попозже поедет. Она еще в работе пока. Она еще в работе. Для паралине нужна ангора на шелке. Она обязательно будет. Прям вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Прям самую маленькую капельку подождать. И сейчас вот эта вереница новинок в коллекции Родины Ярн, она будет такой постоянной... Она будет наращиваться как-то сейчас, как снежный ком. Одно за другим, за третьим. Потому что у нас как бы поступают и поступают сейчас пряжи, и мы стараемся вот их уже оперативно, да, принять, разобрать. Недавно обсудили, что в сезон, в новый сезон тепла и любви к шерсти и теплой пряжи не только. Родина Ярн войдет во все оружие, скажем так. Надежда посмотрела цену. Спасибо большое. 610 цена. Все правильно? Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Желтый просто роскошный. Вот углядели здесь в уголочке желтый. Его, к сожалению, не так много. То есть это тот цвет, который пришел почему-то в дефиците. Несмотря на то, что в равных количествах хотелось бы их все заполучить, его почему-то меньше всего. Там был нюанс в момент перемотки. Откинули какое-то количество желтого. Да, потому что собственное производство пряжи, оно всегда несет за собой некие потери, потому что процент набой, он все равно запустил. И вот, к сожалению, бывает такое. Но мы, у нас проходит как бы приемку, да, приемку или тест, да, несколько раз наша пряжа, то есть ее пересматривают, да, и вовремя успевают заметить некие нюансы, которые, в общем-то, не смогла заметить фабрика. Где вернее цвет, в Инстаграме или ВКонтакте? Вы знаете, он как-то средний, мне кажется, все-таки ВКонтакте он вернее. Вернее, да. То есть Инстаграм видит где-то на тон желтее его, на тон насыщения. Теплее, мне кажется, оттенки выглядят в Инстаграме, сколько на среднее изделие 42-го размера? Давайте будем рассчитывать, что это будет база какая-то просто гладью с длинным рукавом, если я бы сказала, что начинают с 7 мотков на 42-й размер. Скорее всего, что-нибудь 6,5-7. Да, да, то есть 6 критично, вот 7 без риска. 6 это прям по нижней границе. И спицы, номер спиц, потому что кто-то свяжет поплотнее, да, и расход будет побольше. Кто-то свяжет поорыхлее, и может вообще как бы кто-то придет и скажет, я свяжу из трех мотков. Да, я свяжу из трех мотков. А у нас есть такие случаи. Есть такие случаи, и в общем-то иногда даже удивляешься, потому что смотришь и не так вроде как рыхло связано, да. Очень хорошо и гармонично сочетаются между собой. Что любые цвета, как они возьмите. Также чудесно сочетаются и с другими видами пряжи из коллекции Родины Ярм. С поталью. Да, будь то поталь, будь то наш люрекс как он называется, забыла. Люрекс называется забыла шайнинг. Шайнинг, да. Будь он, он тоже классно сочетается с, если хочется. Чудесно сочетается с, вот именно с поталью, с шерстяной, не с поталью Ви, а вот именно с шерстью вот этой вот прям. На желтой, к сожалению, нет этикетки. Я покажу вам без этикетки желтой, да, ну вот так вот его, потому что, а вот здесь моток вот близенько, сейчас я его подкачу. Розовый, кстати, случай классно сочетается, но не зря всю эту коллекцию, скажем так, одного бренда. Мы, как бы, да, вроде новую заказываем пряжу, но всегда думаем о том, чтобы она гармонично вписалась в эту коллекцию, чтобы у всех была возможность к творчеству и к комбинации, потому что, ну, комбинировать мы любим. И мне кажется, что если говорить о пряже сплендора, она точно найдет компаньона в пряже поталь, себе, найдет себе компаньона в нашем махере и найдет себе, и найдет в люрексе. И даже на сегодняшний день в поталь Ви тоже сможет найти компаньона. Ну вот, на сегодняшний день сможет. Пряжа сплендора это новинка, а вот эта пряжа, которую Лена показывает сейчас, называется поталь. Это та самая поталь, которая была первой в коллекции Родина Яр. Не поталь Ви летняя, а это именно зимняя история. Состав здесь 55 меринос, 20 альпака, 8 шелк, 12 вискоза, 5 полиэстер, 50 грамм, 90 метров. Она со всем вот этим своим роскошным составом еще и кудрявенькая и прикрыта поталью. Очень актуальная фактура получается. Лен, а можно серебристые пайетки Люстрозу? Люстрозу. Люстрозу. Вот это поталь. И на поталь, кстати, цена, по-моему, 10-летней давности буквально стоит. Ну да, мы ее не повышали цен. Ну вот, да, вот так покажу. Это у вас лучи в руках? Это лучи в руках? Да, лучи. Ну я возьму сплендора. Ну можно и лучи тоже. И лучи можно. И сплендоры, и лучи. И все вместе, и все они комбинируются. И можно... И чуть-чуть, как они вот показывают, рукой обычно вот, да, вот так присыпают пайеткой. Пайеткой. Чуть-чуть. 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 Хотя... Просто потому что без пайеток уже не то, да? Ну, сейчас на самом деле не надо стесняться пайеток. Уже прям идти в наглое с ними. Все еще актуально. И коллекция, по-моему, у Люстрозы заказала... Расширяется, расширяется. В этом году заключили контракт эти Шанель. Так что в Шанель тоже появится пайеточка. А можно показать чоббер? Где ты его покажешь? Тебе его с собой нет? Пальто показать. У нас есть пальто. А я его в сторис отправила. Уже? Серенькое пальто, которое связано было на заказ нашей дизайн-студии. Талантливой нашей трудолюбивой Леной Худокормовой. Она, кстати, у нас сейчас стоит на этом гостином дворе. Вот. В сторис посмотрите, там на мне серенькое. А вот еще был... Был еще синенькое, джинсовенькое. Тут из чопера на машине связанное пальто. А кто его... Мы покажем. Ты его примеришь? Нет, мы покажем просто полотно. Ну, давай покажем полотно. Чопер... Почему она хочет его показать? Потому что чопер у нас на самом деле должен был появиться в летней коллекции Родины Ярнса в начале этого лета. Но мы не... Ну, сами понимаете, почему задержалась немного по штампу. Задержалась все. Задержалась все. И вообще летняя коллекция задержалась. Она сейчас еще в работе, но она уже здесь. Все как бы будет. Я все-таки надену. Извините меня. Давай. Вы меня простите, или как это... Я не могу. Его одевать можно с таким удовольствием. Сейчас с белым топом будет очень красиво. С джинсами. Джинсовыми. С джинсовыми. С джинсовыми джинсами. Господи. И стоим обоножками, конечно. Круто. Это все круто, круто. Нету дефилирующего места, да, вот этого прохода. Нету. Я сейчас встану. Иногда тут на табуретку даже становлюсь, чтобы было видно. Вот. Какой он длинный. Ну, тут, да, красивый ворот. Он такой... Пальто-халат. Посиди в нем, посияй. Ну, чтобы не видно было. Красиво в вязаном. И ты тоже была в вязаном. Так. То была пряжа сплендора. Пальто чоппер. Мы иногда... Сейчас будут, если вопросы, да, и кто-то к нам... Кто не знает чоппер? Чоппер знают все. Вот. Будет теперь вроде на Ярнс этот чоппер. Мы очень ждем. Будут красивые, прекрасные моточки. И очень красивые цвета. Очень красивые цвета. Роскошнейшие. Роскошнейшие. Ой. Давай, давай... Что? Новолокик? Давай. Следующую новинку. Это, опять же таки, это новинка осени. Осени, но мы тоже молчать не можем. Будем... Все равно покажем. Это объемный махер. И он тоже по цветам прекрасным образом сочетается с предыдущей пряжей. И этот махер, наверное, из серии таких объемных, как Бриджит номер 3, как у Катерины, как назывался? Инжения. Инжения. Но с одним большим и прекрасным отличием в этом махере нет полиамида. Здесь есть только махер, шелк и мереносовая шерсть. Никакой синтетики. Абсолютно натуральный состав. Очень длинный ворс. Очень длинный. А у Саши приносила образец. Вот он. Есть. Вот он. Очень-очень длинный ворс. И это идеальная, абсолютно идеальнейшая история для верхней одежды. Абсолютно. Износостойкий, очень теплый, длинный, мягкий, пушистый. Пальто-калипер. Да, можно, кстати, пальто-калипер или пальто, вот наше последнее пальто Лебелюль. Лебелюль. Вот. Тоже можно из него повязать в две нити. Но по мне, так это все-таки пряжа, она больше для верхней одежды подходит. Вот, ну, мое ощущение, моя нежная кожа, она все-таки видит в ней больше верхнюю одежду. Я, как бы, вязала бы из нее теплые кардиганы, пальто. Прям вот шипа. Какая-то из часов. Ой, о, вернулась. Простите, пожалуйста, я... Колится или нет? Мне не колится, Лене колится. Мне колится. это очень субъективно, поэтому приходите пробовать. Пробуйте, да, если вы на расстоянии, если вы на расстоянии, то можно попробовать заказать один моток, да, потестировать его, но если говорить о верхней одежде, то мне кажется, вот это... Верхняя одежда из нее будет классная, она будет носиться хорошо, очень держать, хорошо будет для верхней формы. Для верхней идеальной. Пальто, вот это пальто, да, здесь лен с пайетками. Красивые оттенки, тоже между собой классно сочетающиеся. Я почему-то прям ходила, прекрасно слинировала. Вот, мне кажется, чудесный кардиган будет. Вот даже тот наш, типа, Дримса, вот как мы вязали из-за ног и нен-иней вариант. А к белому как нам подойдет калисто белая? Боже мой. Представляете? А видели у нас сторис недавно, я делала репост, девушка связала такой джемпер роскошный и у нее все рукава в калисто. Туда жура, 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 а тут в калисто. А я не видела. Ну вот. Не смотрите сторис любимый магазин? Нет, я стараюсь. Я стараюсь. Я брали, я не забираю. А можно моточек калисто попросить? Не факт, что белый сейчас мы найдем. Ого! Ого! Такая калисто. Похожа сейчас на этого, на ежа из этого. Опа! Как его? На морского ежа. Хочете его открыть? Есть сейчас. Да. Интересная очень пряжа в основе шерсть. Внутри шерстяной такой велюрчик. Велюрчик. То есть там внутри живет такая вот мохнатая синелеподобная нить, к которой прикручены вот эти полиамидные перья. Стильно просто очень. И вот в сочетании с нашей нового кит, вот этой новой пряжи мохера по паху. Да. Она кстати классная будет. Можно не в кассу рассказать историю из жизни? Конечно. На днях, ну как на днях, неделю назад с другом вспоминали, кто как сдал на право небольная тема, но она сегодня мне раз четыре карточку свою показала. С первого раза не сдал, потому что рядом сидел инспектор, у которого была вот такая шапка, и он просто в зеркало не видел половину, но это было очень давно, поэтому думаю, может, такая шапка на самом деле будет очень крутая, белая. У тебя будет повод говорить, что ты не видишь в этой шапке. Извините, я не вижу. Извините, я ничего не вижу. Вот, кстати, смотри, как классно. Вот он. И Калисто. И Калисто. И Пайетка. Все сочетается. Нет, мне кажется, Калисто Пайетка уже не надо. Да нет, я шучу. Но если вот на такое полотенце. Я шучу уже. Все очень круто, смотрите. На такой кардиган. Сейчас вот там корзиночку вам достанут из нее. Как хочется такой красоты. А нам как хочется. Нам тоже очень хочется. Я уже залипаю. Уже прям не вижу все. Я уже вижу вот это вот белое вот с этой вот этой вот этой. И шапка. И шапка. И не знаю, что. Вот это что-то должно быть. Вот что-то должно появиться такое у нас. Вот прям. На самом деле эта белая Калисто классно сочетается с любым оттенком Махера, потому что... У Калисто не один оттенок. Там и желтый есть, кстати говоря. Там и желтый. Да. Дайте-ка нам желтый. А желтый тоже сейчас будет очень актуальненько. Чек. Я думаю, что еще какой-то оттенок есть? Ерсть. Есть. У нас есть розовый, коричневый. Коричневый, да. Вот персиковый сейчас я не вижу. Там вот нету на витрине. Но он есть еще. Он должен. Вот. Так. Такая вот. Такая вот Калисто. Тоже родина Ярц. Воротник из Калисто. Можно, кстати, и воротник. Можно. Можно широченные манжеты. Прям такие широкие манжеты сделать. Можно связать нижнюю часть пальто или кардиган. она вот такую мохнатую. Прям широкие. Можно карманы, кстати, да. Карманы такие вот пухлявые. Будут прикольно. Оторочить капюшон, чтобы вот такой прям был вокруг тебя. Экологичный мех. Да. Вокруг тебя был нимб вот из этих перьев. Она вообще выглядит, конечно, очень круто. Она выглядит круто не только в мотке, но и в полотне. Но мне мечталось на самом деле иметь просто и скалистый кардиган. Вот такой лохматый. Целиком. Соло из нее. Соло из нее, да. Она каких пиццов, дырявый? Ну, как дырявый, нормальный. Чтобы он был и по плотности нормальный, не надо прям сильно дырявый. Ну, что-нибудь шесть. Шесть или шесть с половиной. И просто он должен быть такой весь мохнатый. Почему? Он не сильно мохнатый будет. Он мохнатый будет. Он будет такой вот, как в мотке. Вот такой же вот он будет. Но связанный из него такой длинный кардиган под пояс. Прям халат. Прям халат под пояс, да. И с длинной шелковой юбкой или с таким платьем струящимся. Он будет круто смотреться. А можно наоборот платье в огурцах и сапожки. И тогда он... Это мы уже такое хотели из кашемира. У меня такой же кардиган есть из кашемира связанный. Вот. А платья в огурцах все нет? Нету подходящего того самого. То есть платья в огурцах было уже куплено несколько. Но все не те. Все не те. Так. Ну, волокит. Ну, волокит. Да, состав ты сказала. Махер 68, 25 шелк. 7% мериноса. 60 грамм 185 метров. Минимально спиц 4,5, если хотите. Такое прям забитое плотное полотно. И до бесконечности. Мы ограничиваем здесь семеркой. Но на самом деле это не финальный размер, на котором можно вязать. Можно взять даже десятку и связать такую крупную сетку, которая при этом... Если Саша нас смотрит, она может сказать, это ее образец она вязала. Так, в инстаграме на самом деле нам остается 5 минут всего лишь. Ну, а мы не успели Карамелу твит показать. Давайте Карамелу твит показываем. И будем, да, да, расходиться будем. Это Карамелу твит 2. Аналог той дефицитной пряжи, которая была распродана практически в ноль. Не практически, а прям в ноль. У нас два матка. Два матка. Ну, может, три максимум. Да. А было много. Тоже... Четыре с половиной Сашу львизала. Произведена в базе... Четыре с половиной это промахер, да? Произведена в базовых цветах. Несколько, четыре оттенка, по-моему, серых. Три серых, три бежевых. Да, три серых, три бежевых, черный и два ярких. И два ярких. Мы все-таки рассчитываем на то, что у нас получится вариант Джоккарда. Да, очень хочется именно такой вот... Классику. Классический, да. Вот чтобы было несколько натуральных оттенков и вот эти яркие. То есть использовали, использовали как бы цвета натуральных красителей. Вот так мне хотелось. То есть, да, грубо говоря, натуральная шерсть, которая не окрашена, да, вот в таких вот цветах экологичных, да, как вот обычно там як бывает, да. Да, да, да. Вот. То есть прям вот много-много с нюансами. И все они будут очень хорошо. И акцентные оттенки. Это рыжий такой и, не знаю, и вот длинный вид. И вино. Да, кирпич и вино. Тут сложный состав. 40% мереносовая шерсть, 28% вискоза, 15% полиамид, 10% кашемир и 7% ангора. 50 грамм, 150 метров, 3,5-4,5 рекомендованные спицы. Можно вязать, кстати говоря, в две нити, если хочется какую-то там шапку, например, теплую, вполне. После стирки раскроется. Мы образец пока еще связать не успели, но обязательно это сделаем. Просто очень хочется посмотреть выход из матка. Ну да, и насколько он, в общем-то, живет. Но он там есть. Есть вот этот вот пушок такой, например, вот кашемиристый. Кашемиристый. Янгор. Янгористый, кашемиристый пушок присутствует. Классная пряжа. И вот мы ее прям рекомендуем для ваших экспериментов, проб для классики. Потому что, мне кажется, мужские вещи, водолазки, джемпера в косах. Все будет здорово. Шапки, шапки, перчатки. Классика полосатая. Потому что вот здесь прям полоски собираются. Очень красиво, очень интересно. Да, вот эти вот любимые там полосатые, типа таких вот каких-то контрастных тельняк. Тельняк, да. Которые там, да, серо-бордовые. Там, не знаю, черно-светло-серые, рыжебежевые. Вот. Все красиво сочетаются. Все очень красиво сочетаются. Это уже тогда в сторону осени. Да, в сторону осени. Потому что вот этот красный и вот этот рыжий будет действительно вот этот. Тон задают. Задают тон. Вот. Ну что же. Так, цена, Карамел, и твит. Мы не подготовились по ценам, к сожалению. Негде посмотреть. Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. Девчонки все заняты сейчас с покупателями. Никто нам не поможет. А устройство у нас одно Аня, на другое мое. Цену на Карамел не помнишь? На старую, на новую. На новую я вообще не помню. 495, по-моему. Я еще не знаю. Да? 495. Да. Потому что мы сегодня... 495. 495. Да. Выставили. Выставили. А, уже выставили, да. 495. Вот, Сашенька, спасибо большое, да. Вот. На сайте есть, да. На сайте уже есть. Ну что же, девочки, Анечка, здесь одна минута осталась. Вот такой у нас сегодняшний эфир получился. И даже Маргаритку, Ромашку я вам тоже сегодня показала. Показала. Спасибо большое, что были с нами. С вами были трескели, Аня Котова, Лена Родина. Доброго вам вечера. Повяжитесь сегодня обязательно. Пока-пока. Такой же грудки, как у...